Здравствуйте! Меня зовут Дарья, и я являюсь помощником директора академических программ в онлайн-школе иностранных языков Skylingua. На этом вебинаре мы разберем Past Perfect, прошедшее совершенное время, одно из самых коварных времен в английском языке. Оно часто встречается в повседневной речи, и при разговоре практически невозможно избежать его использования. Конструкция времени Past Perfect образуется при помощи вспомогательного глагола HEAD и третьей формы смыслового глагола. Вспомогательный глагол HEAD употребляется с подлежащими всех лиц и чисел. I, you, we, they, he, she, it. Если наш смысловой глагол правильный, то его третья форма образуется при помощи прибавления окончания ED. Например, to open, opened – открыть. Если же наш смысловой глагол неправильный, то его третью форму следует брать из таблицы неправильных глаголов. Например, to catch, caught – ловить. Чтобы составить утвердительное предложение, после подлежащего мы ставим вспомогательный глагол HEAD, а после него третью форму смыслового глагола. Например, Ben has stopped the car. Ben остановил автомобиль. В отрицательном предложении к вспомогательному глаголу HEAD добавляется отрицательная частица NOT, после которой следует третья форма глагола. Например, I hadn't finished breakfast. Я еще не закончила завтракать. Вопросительное предложение образуется благодаря вспомогательному глаголу HEAD, который выносится на первое место. Например, had you opened the window? Ты открыл окно? Теперь давайте разберемся, когда же используется past perfect. Во-первых, с помощью этого времени мы описываем действия, произошедшие до другого действия в прошедшем времени. Например, Mary had met her friend at the cafe before going to work. Мэри встретилась в кафе со своей подругой перед тем, как пойти на работу. Во-вторых, с помощью past perfect мы описываем действия, результат которых виден в прошлом. Например, I had forgotten my back in the car. Я забыла свою сумку в машине. Изучающие английский язык часто интересуются, чем же отличается present perfect от past perfect. Время present perfect используют для действия, которое завершилось к настоящему моменту, в то время как past perfect используется для описания действия, которое началось и завершилось к определенному моменту в прошлом. Теперь я хочу перечислить фразы, которые указывают на определенный момент в прошлом. Благодаря этим фразам вы можете понять, что в данном предложении следует ставить время past perfect. Например, before до того как, never before, никогда раньше, after, после, после того как, by that time, к тому времени, by 9pm, к 9 часам вечера, by morning, к утру, by that day, к тому дню, by the 6th of October, к 6 октября, by that age, к тому возрасту. Спасибо за ваше внимание. Надеюсь, это видео было полезным. Не ждите особого времени, чтобы начать изучать иностранные языки, ведь владение иностранными языками в современном мире это и возможность карьерного роста, и комфортное путешествие, и друзья по всему миру. Субтитры создавал DimaTorzok